Больше всего претензий к СИП «Стройформату». Ситуацию с ним уже обсуждали на высоком уровне стороны, даже вышли на мировое соглашение. И СИП «Стройформату» в декабре перечислили средства специально на погашение зарплатных долгов. Мы все знаем, в тот день, 25 число, когда 2,5 миллиона рублей были отправлены на компанию «Сибстройформат». Почему из-за этих 2,5 миллионов рублей ни копейки не было заплачено в счет выплаты заработной платы? Ответа на этот вопрос не прозвучало. Причем руководитель фирмы Вячеслав Демин заседание проигнорировал. Мы исходим из того, что раз послал юриста, то в данном случае в глаза не хочет смотреть, принимать решение не хочет. У него иной взгляд на погашение этой СИП-задолженности. Поэтому вам предлагаю полностью пакет документов, оформить заявление и подать в МВД. У Сибстройформата есть несколько дней, чтобы исправить ситуацию. Иначе и эта фирма повторит судьбу Черногорского отдела строя, делами которой теперь занимаются силовики. Кстати, на заседании была нынешний его гендиректор Анастасия Зинченко. Но корреспондентам двух телеканалов не удалось узнать ее мнение по погашению долгов. Ее из-под объектива в камер увели представители того самого Сибстройформата. Два других субподрядчика, кстати, из других регионов имеют задолженность перед рабочими, но генподрядчик им должен больше. Причем одна из фирм погасила зарплату за счет кредитов. Эти фирмы могут подтвердить выполненные объемы документально и ждут окончательного расчета от Черногорска дел строя. Зато козыльская фирма Клим, выполнив работу на 1,6 млн и получив аванс в 1,8 млн, сейчас требует фантастическую сумму в 14 млн рублей, ничем ее не подтверждая. Зерна от плевел, если отделить, мы выходим, я думаю, к итогу нормальной определенной цифре, которая будет подтверждена, по которой можно совершать определенные действия в рамках закона, исковые заявления, обращения в суд. Если изначально, то есть мы там приводили таблицы, да, то есть речь шли о 30, о 60, о 80 млн рублей, то на сегодняшний день, то есть вот сводя определенный момент, мы уже, я не говорю сейчас по заработной плате, а просто общие цифры, которые претензии, ну не знаю, там порядка 20, например. Зарплаты в ней всего половина, и на эти 10 млн у главного должника, по мнению специалистов, есть еще собственные резервы. Так что ситуация с долгами должна разрешиться в пользу рабочих. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.